Это программа в центре внимания. Я ведущий этой программы Игорь Розов. Тема сегодняшней дискуссии, какой была нынешняя избирательная кампания. Я с большим удовольствием представляю практически постоянных экспертов нашей программы. Начну по алфавиту Анатолий Бойко, руководитель регионального отделения Комитета избирателей Украины и Александр Славский, один из двух координаторов общественного движения «Честно». Моя задача очень скромная. Эти люди на протяжении всей избирательной кампании следили за ее ходом, отмечали достоинства и недостатки отдельных депутатов, кандидатов в депутаты, партии, избирательных комиссий. Словом, были холодными, трезвыми надосмотрщиками, над теми процессами, которые окончатся 20... У нас получается 28-е. Ну, выбор, день голосования 28-го. 28-го октября. В этот день скорби, как образно выразился Анатолий Бойко. Скорби проигравших, скорби победивших, а самое главное, большой скорби всех нас избирателей. Поэтому я предлагаю, значит, все-таки с Анатолия Бойко, потому что, честно, у них тоже был большой объем работы, но у Бойко, я бы сказал, системный взгляд на формирование комиссий, на работу членов избирательных комиссий, на взаимодействие членов избирательных комиссий и власти, которые должны были бы создать все условия для нормальной работы. А потом Александр Славский вкручит свой честный мер и расскажет, что из себя представляют наши замечательные будущие парламентарии. Ну, кто-то будущий, кто-то нет. Прошу, Анатолий. Спасибо, Игорь Николаевич. Значит, что касается политического содержания, то, к сожалению, мы не увидели то, на что мы надеялись, я даже не говорю рассчитывали. Мы просто очень сильно все надеялись, но, к сожалению, вынуждены были разочароваться. То есть мы практически не увидели никакой борьбы идей, мы практически не услышали ничего нового, нам практически не дали никакой надежды на какие-то реальные изменения, кардинальные после выборов, независимо от того, кто победит и кто наберет большинство в парламенте. То есть, в принципе, все даже не совсем добросовестно и не совсем качественно, но отработали старые заготовки, лейтмотив тезисов, посылов и, как сейчас модно говорить, месседжей основных политических игроков, он не менялся практически всю избирательную кампанию по сравнению с тем, что было до выборов. Как одни нам обещали покращение и стабильность уже сегодня, так другие обещали их остановить, третьи обещали победить всех олигархов. Ну, некоторые новые проекты чуть-чуть на этом фоне выделялись, но, в принципе, не принципиально, не критично, и по большому счету это были все те же штампы. Что касается мажоритарных округов, да, тут ситуация была поярче, но, к сожалению, за крайне редким исключением яркость ситуации выражалась в том, кто больше и чернее грязи кинет в оппонента, привлечет местных чиновников на свою сторону и более оригинально раздаст условную гречку, я имею в виду, в кавычках. То есть, да, этикетками с коробками, там, красиво, чтобы это было, да? Да, то есть, как бы, то есть, такое впечатление, что политические партии, кандидаты в основном отработали какое-то дежурное действие. Знаете, когда в театре спектакль идет много лет из сезона в сезон, и все уже практически знают, что произойдет, кто когда выйдет и когда выстрелит ружье, вот такое же впечатление, только играли абсолютно без вдохновения, за редким исключением, я говорю, что это средняя температура по больнице, где-то было интереснее, где-то было еще хуже, но средняя ситуация такая. То есть, мы какой-то качественной компании, как избиратели, не получили, к сожалению. Что касается чистоты процесса соблюдения законодательства, то тут, к сожалению, ситуация, наверное, еще более удручающая, потому что политики, они могут нам дать что-то новое, не могут дать чего-то нового, а вот и это данность. А вот нарушение избирательного процесса, они, грубо говоря, как минимум нас оскорбляют, потому что мы, как граждане, должны соблюдать избирательное законодательство и вообще законодательство, а наши политики, кандидаты, органы власти позволяют себя нарушать. Поэтому мы столкнулись с использованием инвестиционного ресурса, я имею в виду, в первую очередь, используя различных социальных, бюджетных программ в агитационных компаниях политических сил. Мы столкнулись с участием чиновников в агитации, мы столкнулись с нарушением правил ведения агитации, имею в виду распомещения агитации в неположенных местах, без выходных данных и так далее. Мы столкнулись с беспрецедентным, к сожалению, в истории Украины и абсолютно без застенчивым и без страшным подкупом избирателей. Я имею в виду сейчас раздачу гречки. Раздавали, ну, очень многие, направо и налево, что угодно, абсолютно не стесняясь. Расширился ассортимент. Не только гречка пошла в ход, но и картошка, лук, то есть... Это маслины, велосипеды, ягняташ. Это что-то новое. Вот как-то все-таки люди поняли, что вот на одной гречке... Ну, Николай Янович с гречкой вопрос решил. Ее стало очень много. Ну, теперь решили добавить что-то к ассортименту. Я прав или нет? Да, совершенно верно. Ну, я уже не говорю о том количестве чернухи, которая в первую очередь, конечно, в городе Одессе была вылета друг на друга кандидатами. Но Одесская область нас тоже порадовала, Бессарабия в первую очередь. Там такие темпераментные кампании происходят. Но я бы хотел подчеркнуть, что вот все то негативное, что я сказал о кампании, которая подходит к завершению, это отнюдь не повод опустить руки, сказать, что все они негодяи и вот все так плохо, я не пойду на выборы. А как раз стимул осознать, что все так происходит именно потому, что мы от наших политиков не требуем ничего другого. И первый шаг к тому, чтобы выставить свои требования, это пойти на выборы проголосовать. Проголосовать за того, который во всей этой ситуации остался наиболее достойным. Вот здесь мы остановим Бойко и подключим Александра Славского. Включите ваш, пожалуйста, честный мер, потому что Бойко предложил мне, как избирателю, прийти на участок, взять бюллетень, зайти в кабинку и вычеркнуть, вернее, не вычеркнуть, а поставить отметку в графе того человека и той партии, которую я считаю более подготовлены к заседаниям Верховной Рады, к свежим идеям, имеющим эти свежие идеи. Так вот, ваш честный мер может сегодня дать подсказку мне, как избирателю, за кого мне прийти и голосовать? Может. Мы проанализировали всех кандидатов по ряду критериев. Эти критерии общедоступны, нарушал человек права других людей, граждан Украины, не нарушал. Участвовал ли в коррупционных действиях, не участвовал. Перебегал из силы силы, не перебегал. Что, такие есть, которые не перебегали? А вы не поверите, есть. Боже мой. Кстати, например, один достаточно известный кандидат, вернее, самый известный кандидат по Приморскому району, вот единственный критерий, который он прошел, он действительно по-честному все время работал на одну и ту же политическую силу. То есть нельзя сказать, что он там был всегда под... Это очень известный кандидат. Очень известный. Самый известный кандидат. Да, да, да. Я не буду называть фамилию. Нет, я тогда вас, Саша, просто остановлю, потому что у него была еще своя партия. Но, тем не менее, из партии... Так что, как бы он просто тоже имел несчастье... Смотрите, будучи парламентарием, он не переходил из фракции в фракцию. А, в этом плане. И все время работал на дело родной фракции и партии, провластной нынче. Есть разные критерии, разные оценки. На самом деле, мы столкнулись с тем, что движение «Честно» все ожидали, что мы скажем, что вот, условно говоря, бело-голубые плохие, а оранжевые, либо других цветов хорошие. Оказалось, что это совсем не так. Бело-голубые — это далеко не дьяволы, да, а все остальные далеко не святые. Есть люди, нарушавшие критерии «Честно» и в фракции партии регионов, и в партии «Удар», и в партии «Бьют», ну, объединенная позиция, и в «Свободе», и в «Коммунистах». То есть, они есть везде. Соотношение, из-за кого голосовать, я вам предлагаю зайти на сайт «Честно» и посмотреть. Потому что, к сожалению, нет простого ответа на то, что вот эти плохие, эти хорошие, все простые ответы, они всегда лживы. Нельзя сказать, что вот это абсолютно плохой человек. Поэтому результат нашего анализа — это не вот такой готовый продукт, который уже вот взять и сразу оценивать. Это повод задуматься всем участникам, всем избирателям и участникам избирательной компании в том, как они работают и так далее. Например, мы можем зайти и посмотреть, что на 139 округе два наиболее нынче рейтинговых кандидата, одна из них прогуливала заседание и не голосовала своей карточкой, но она прислала свои замечания, говоря, что в то время, когда она не прогуливала заседание, она была там на заседаниях другой комиссии, там, ПАСЭ, ПАРЭ, не знаю. А другой кандидат участвовал в нарушении прав людей и в коррупционных действиях. То есть вот это можно оценить по равновесности, равнозначности для избирателей. Что для вас важнее, чтобы человек всегда сидел только в избирательном зале, там, никуда не ездил, либо чтобы человек не участвовал в коррупционных деяниях. Это оценка каждого избирателя. Основной месседж, вот честно, это не то, что там, голосуйте за этих или за этих, а задумайтесь о том, кто эти и кто эти. Саша, вот так, хорошо, я как избиратель, мне 70 лет, я понимаю, что на Фейсбуке была большая дискуссия, где кое-какие журналисты предлагали, что вообще всех пенсионеров и людей, которые не платят налоги, исключить из выборного, из избирательного процесса, я, правда, предложил, но давайте тогда всем нам, пенсионерам, выдадим по капсуле цианидам, чтобы мы в один день приняли, но при этом не делайте исключений для своих родителей в том числе, потому что это просто абсурд. Но, тем не менее, вот люди, кому-то там 65, кому-то 69, кому-то 70 лет, они не то, что не имеют компьютера, а даже если бы они имели, они бы просто в силу, хотя это не обязательно, но в силу своего возраста, не владеют компьютерной грамотностью. Каким образом остальные избиратели, те, которые не лазят в интернет, не умеют владеть компьютером, как они могут узнать вот эти ваши результаты, ваших исследований, ваших опросов, которые помогли бы им сделать какие-то выводы? Ну, прежде чем вы ответите на этот вопрос, мы уйдем на короткий перерыв, и после перерыва Александр Славский расскажет, каким образом тем, кто не имеет доступа к интернету, узнать, кто же честный кандидат. Продолжение следует...